Всем привет! Сегодня я решила снять очень важное видео. И я хочу, чтобы вы обязательно досмотрели его до конца, так как оно касается защиты животных. Возможно, некоторые из вас слышали, что раньше в Китае продавались брелки с живыми рыбками, черепашками, ящерицами. Я не знаю, продают ли их сейчас, но раньше их можно было купить на любом рынке в Китае. И я вам сейчас расскажу, как их делали. Просто я как бы читала об этом информацию, прежде чем снимать видео. Это мог сделать любой человек, у которого были материалы. То есть он брал пакетик специальный, который не пропускает воду, причем обычно он был маленький очень. Туда добавляли какой-то цветной раствор, жидкость какую-то. Они были любых цветов, радужные. А затем туда сажали уже рыбку, затем пакетик запаивали и продавали на рынках совсем недорого. И каждый человек мог это купить. Также я слышала о том, что там же в Китае, вот в таких вот странах, можно купить суп из акульих плавников. И я тоже видела передачу о том, как это все делается. И люди просто на лодках плывут в море, ловят акулу, затем отрезают у нее плавники и выпускают акулу в море. Естественно, акула не может плыть без плавников, и она там погибала, либо от того, что она не могла двигаться и не могла себе найти пищу, либо ее кто-то съедал, либо она просто погибала от боли. И сейчас, наверное, вы подумали, какие же все-таки злые бывают люди, но я же не такой, я хороший. Но сейчас я вам расскажу о том, что каждый из вас, ну почти тоже, мог причинить какой вред природе. Итак, я думаю, все из вас видели о том, что еще год назад, по-моему, очень модными были такие вот брелки в виде кроликов. Они еще были кругленькие просто, и там ушки к ним пришивали. Также еще делают в виде этих кроликов рюкзачки. И так вот, они делятся на два типа. Первый тип таких кроликов, они делаются из настоящего кроличьего меха, а второй делаются из заменителя меха. Так вот, как только такая мода на этих кроликов пошла, они мне очень понравились, и я тоже захотела себе купить, но я как бы не знала, с чего они делаются. Когда я пришла в магазин, я спросила, из какого материала сделан тот кролик, а мне ответили, что из настоящего кроличьего меха. И тогда я себе пообещала, что я никогда в жизни не куплю себе такого кролика. И когда я пришла домой, я почитала в интернете, как же все-таки их делают. И я думала, что, возможно, этих кроликов как бы разводят, и прежде чем их убивать, ну, ради того, чтобы сделать этот брелок, им хотя бы вкалывают обезболивающе или усыпляют их. Но то, что я прочитала в интернете, мне просто шокировало. Во-первых, я думаю, как вы знаете, что мясо кроликов, оно не такое популярное в употреблении в пищу, и поэтому люди разводят для брелков этих кроликов специально. Для начала начнем с того, что эти кролики живут в сетках, там, где не застелен пол, то есть они лапками все время ходят по сетке, из-за этого у них, естественно, получаются натоптыши, и лапки травмируются. Далее, кролики эти постоянно у них размножаются, и спустя какое-то время, когда малыши подрастают, например, через три месяца, эти люди, если их так можно назвать, просто безобезболивающих сдирают с кроликов шубки. Я не понимаю, неужели какой-то там тренд или популярный брелок стоит того, чтобы убивали этих животных. Ведь, согласитесь, сейчас это уже не так популярно. И я думаю, что у многих из вас остались такие кролики, возможно, вы их даже уже не носите. И тут вот сверху сейчас будет опрос такой, нажмите, это абсолютно... Ну, в общем, я не вижу, кто это голосует. Проголосуйте, есть ли у вас такой кролик или нет. И также вот я не понимаю людей, которые покупают вещи из кожи, например, или из меха других животных. Вот, например, я думаю, многие из вас видели, что люди, у которых много денег, богатые, они покупают себе, например, шубы из шиншилл есть, шубы из леопарда. Так вот, вы знаете, что леопарды сейчас вымирают, и люди всё равно продолжают на них охотиться ради того, чтобы сделать шубу. И тем самым они пытаются показать, что у них много денег и тому подобное. Но я не понимаю, почему лучше бы эти люди взяли, начали бы разводить этих леопардов и создали какой-то заповедник, чтобы их охранять. Это было бы, поверьте, намного круче, чем то, что вы взяли и одели шубу из этого леопарда на себя. А про всякие куртки и изделия из кожи я как бы тоже это не понимаю. Конечно, и убивают и коров, и других животных ради мяса, и эта кожа остаётся. Ну и поэтому из неё делают как бы различные изделия. Но я просто не могу носить такие вещи. Я помню, я однажды попала в магазин, там, где все вещи, там были куртки, штаны, они были сделаны из кожи коровы. Это просто был ужас. Похоже на какое-то кладбище, если честно было. Так вот, и сейчас вы скажете, что же нам тогда делать? Ведь всё равно это продают и как бы можно купить. Так вот, есть такое правило. Перестанут покупать, перестанут продавать. Просто вы не покупайте кроликов, которые сейчас модные. И, возможно, следующим летом, например, будет тоже какой-то тренд на какой-то ещё брелок из каких-то животных. Но если вы не будете покупать, то производители тогда скажут, зачем же нам это делать, если от этого одни убытки. И перестанут производить такие продукты, изделия из этого. И я надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо, что вы досмотрели. Я очень хочу, чтобы вы поделились этим видео со своими друзьями, знакомыми. Потому что я правда считаю, что важно, чтобы это видео увидели как можно больше людей. Спасибо вам за просмотр. И помните, перестанут покупать, перестанут продавать. Продолжение следует...